Интуитивным искусство может быть, а вот случайным нет. Жизнь в Германии после учебы. Реклама. Пригодилась ли наша корочка? Наверное, штук 200 у меня купили в сумме. Здесь картиночки, это еще тоже не все. Это уже красота не визуального образа, а именно мысли. Ты понимаешь, как оно здесь жить только после переезда? Их на самом деле 5. Нет оправданий говорить, что вот я живу где-то там непонятно где. И важен витамин B, как ты говорила. Но здесь это то, что называется не в тренде. Девочка, которая любит рисовать. Куда ты посоветуешь поступать в Россию? Хотела бы ты вернуться? Всем привет! Вы смотрите канал Art Channel, а меня зовут Настя. И сегодня мы с вами встретимся с юной художницей, которая несколько лет назад закончила Суриковский университет и переехала из Москвы жить в Германию. Мы с ней познакомились совершенно недавно и решили в ходе наших бесед, что ее история, ее опыт может быть полезен вам. Так что смотрите наше интервью и приятного просмотра! Привет! О, ничего себе! У тебя такая огромная студия! Ну, это не совсем все моя студия. Пойдем покажу, где работаю я. Катя Григолайт, русская художница, родилась в Иркутске, затем училась в Суриковке, после чего уехала жить в Германию. На данный момент проживает в Гамбурге, занимается художественной росписью стен, в свободное время пишет двухметровые холсты маслом, а силы черпает из йоги. И здесь я снимаю это ель, небольшое помещение, и могу тоже пользоваться большим помещением, когда я работаю с большими форматами. Ну, это конкретно моя комната. Прежде чем мы начнем сегодняшнее интервью, я хотела предупредить тебя и наших зрителей о том, что за неделю до сегодняшнего мероприятия мы в нашем инстаграм-аккаунте объявили о том, чтобы художники задавали тебе вопросы, поэтому я сегодня буду задавать не только свои вопросы, но и вопросы зрителей. И, конечно, в первую очередь всех волнует вопрос о том, как ты вообще попала в Германию, как здесь оказалась и почему. На самом деле, помимо живописи, у меня есть еще одна страсть – это йога. Именно поэтому мы сейчас находимся в йога-центре. Все неспроста. И когда я училась в Суриковском институте, я поехала на проект в Германию, связанный с йогой, где встретила своего будущего мужа. И, собственно говоря, так у меня появилась мотивация переехать в Европу. До этого не было таких мыслей. И когда я уже поняла, что, скорее всего, я буду жить не в России, тогда я узнав о том, что есть возможность поехать по программе обмена. Ты говорила «Эразмус», да? Да, это «Эразмус», но у нас в России нет такого контракта. То есть «Эразмус» – он все-таки не для России, но есть определенный контракт, есть определенная форма, по которой можно российскому студенту приехать в Европу на семестр или на несколько месяцев. То есть это было в Суриковском университете? Да. На самом деле я несколько лет тормозила. Я все думала, на самом деле немножко сомневалась, выберут ли меня на эту программу, потому что я могу подать только заявку, и выбирают достойных студентов. А как вообще найти эту программу, как вообще на нее подать заявки? Потому что многих, я думаю… На самом деле не у всех вузов есть такой контракт. Нужно узнать, есть ли такой контракт конкретно в вашем вузе. У Суриковского конкретно есть с Берлинским университетом. Например, у Репинского института есть с Гамбургским университетом. И как раз, да, встал как раз… Академия художеств, да, которая… Да, и на самом деле как раз у меня муж из Гамбурга, и как раз как-то стал вопрос, что поехать по такой вот программе и вообще посмотреть, как я здесь все-таки со своей профессией могу жить. Я смотрела как раз Гамбургский университет, я ничего не знала про Берлин. Узнала, что нет, у нашего Суриковского нет такого контракта, зато и в Берлине. И вот год на третий уже на дипломе. На самом деле на дипломе обычно это не по правилам, это должно быть до диплома. Но меня допустили, разрешили съездить на дипломе. И ты поехала в Берлин в Академию художества? Да, именно так. Чем отличается учеба в России от учебного процесса? Всем. Отличается всем. Для меня был большой сюрприз-сюрприз. У меня настраивали совершенно на другое. И, естественно, заявка, она оформляется, ты составляешь CV, ты... CV это режиме, я так на всякий случай говорю. Да, кое-что о себе. Да. И какую-то подборку своих работ. И нужно обязательно предоставить какой-то проект, который ты будешь исполнять именно в течение этого семестра. Это как раз абсолютно для нас, российских студентов, новая вещь. И как хочешь, так и делай. И меня настраивали на то, что здесь, конечно, загибающийся запад, здесь все в упадке. Занимаешься. Искусство в упадке здесь совершенно, да. Ни живопись не нужна. И вообще непонятно люди, чем занимаются. Но сюрприз-сюрприз, все оказалось не так. И тебе понравилось здесь больше, чем... Просто по-другому. В двух словах очень сложно, потому что система абсолютно другая. Она рассчитана на уже зрелого человека. Если, допустим, Суриковский институт, что это такое? Это, кажется, где-то с 9 утра практически до 10 вечера ты в институте. То есть реально это расписание занятий. Все заорганизовано. То есть именно на свое собственное творчество времени практически нет. И ты вот 6 лет обучения, ты абсолютно заорганизован извне. И больше того, свободы ее практически нет. Она не совсем поощряется. Но зато есть определенные основы, которые в Германии не дадут. То есть здесь института обычной подготовительного образования, художественной школы, здесь больше нет. То есть при том, что во время возрождения были такие мастера, то здесь было мастерство. И в какой-то момент здесь было принято решение, что больше нам не нужно. В этом нет смысла. И вот этот институт был утрачен. То есть реально все на самообразовании. И человек, который поступает в художественный вуз, он должен уже что-то сам уметь или представлять, куда он движется сам. И, в принципе, здесь студенты организовывают сам процесс учебный. И сам процесс. Все на самообразование. То есть если ты уже зрелый человек, это супер, это супер. Все, что тебе нужно, ты возьмешь. Потому что есть... Ты, во-первых, выбираешь себе предметы сам. И если ты хочешь изучать какие-то техники, например, тот же Афорд. Есть мастерская, ты туда записываешься, тебя обучат. Там тебя обучат конкретной техники. Но учить тебя тому, что такое искусство, никто не будет. То есть здесь нет академического образования, как в России. В том понимании, да. В котором у нас есть это в России, этого нет. Поэтому если уже есть какая-то хорошая база, вот с ней приехать сюда и дозреть до художника, это самое оно. Потому что здесь больше на осознанность, здесь больше на понимание, кто ты как художник. Здесь, опять же, очень много разных моментов. Если 6 лет в Суриковском институте, вот с такой заорганизованностью, тебе все время говорят, что и как, и ты просто, в общем-то, исполняешь определенные задачи, выпускаешь, очень легко потеряться. Потому что ты не знаешь, кто ты, зачем ты, кому ты нужен. Здесь уже с первых курсов есть какие-то контакты с галереями. Здесь есть семестровые какие-то просмотры, которые организованы в виде выставки. И приходят те же галеристы. Коллекционеры, да. Вот это вот как раз логичный вопрос от наших подписчиков тоже. Как найти вообще коллекционеров и как продавать искусство здесь вообще? Ну, я бы сказала, все-таки не коллекционеры, не частные, а все-таки галереи, с которыми ты будешь в будущем работать. Либо здесь очень много смежных таких проектов, которые являются, скажем, иногда полутворческие. И они ищут художников в команду. И вот такие люди приходят буквально с первого курса. И ты уже понимаешь, что ты делаешь, с кем ты будешь после. И есть еще один такой момент. Опять же, ты за это время обучения понимаешь, интересен ты как художник в чистом виде. Тем же галереям, например. Можешь ли ты выживать как художник? Если ты видишь, что, ну, не совсем, у тебя есть возможность взять еще один предмет и выпуститься преподавателем. По крайней мере, это как раз бытовые вопросы. Именно как выживать. Это уже встроено в процесс обучения. То есть тебя не готовят к каким-то абстрактным специалистам. В этом смысле это гораздо практичнее и осознаннее, и понятнее, зачем. То есть галеристы приходят на эти просмотры, на эти выставки, и могут, в принципе, по идее, забрать к себе в галерею. Ну, на самом деле, да. В принципе, эти просмотры происходят уже с первого курса. И, ну, да, проще всего с галереей. А в России этого нет, да? На самом деле, в России, да, все очень по-другому. Допустим, если это училище, вот у нас как система образования построена, да? Чаще всего все-таки художественная школа, но не обязательно. Это 5-6 лет тоже, на самом деле. Потом художественное училище 5 лет. Потом идет вуз 6 лет. Вот она система. И без училища вуз, такой как Суриковский, поступить невозможно. Есть там исключения с Махлом, с Лицеем, да? Вот это среднее образование, но оно специфическое, специальное. А в принципе, да, в принципе, просто так не поступишь. И вот на уровне училища, когда мы студентами все равно старались выставляться, это не поощрялось. Нам говорили, корочка будет, вот вы художник. Вот такой момент. Ты получаешь корочку, и ты художник. Кстати, по поводу корочки, один подписчик у нас задал вопрос. Пригодился ли диплом специалиста за рубежом, или пришлось получать еще одно художественное образование, которое давало бы право поработать в Германии? Пригодилась ли наша корочка? Опять же, немножко сложный вопрос. Нет, мне пока лично конкретно не пригодилось. То есть, образование российское можно в Германии подтвердить, особенно с Уриковского института, да. На что это влияет? Но система, опять же, если ты приезжаешь с дипломом айтишника, да, все, ты смело приезжаешь со своим дипломом. Но образование художественное, здесь в Европе и у нас в России, это абсолютно разные системы. Поэтому встроиться в эту систему, то есть, диплом, это ты говоришь этим, что я в системе. И встроиться в эту систему просто с дипломом нет. Ну, то есть, можно иметь любую другую диплом о художественном образовании, любого абсолютно вуза, и говоришь, что да, я вообще-то заканчивал вуз. Но, в принципе, нет. И, конечно, когда в России, в особенности, ищешь клиентов или устраиваешься на работу преподавателем, и ты говоришь, что ты выпускник с Уриковского института, это другое. Это сразу видишь такое уважение в глазах. А здесь я пока что девочка, которая любит рисовать. И вот у меня есть корочка. Есть даже перевод у этой корочки. Понятно. Это другое, конечно, как раз с Размусом просто была ситуация, когда мы очень понравились друг другу с моим профессором в Берлине, и он оставлял меня заканчивать там. И ты не осталась. Это был мой дипломный год, и я решила, что в Суриковске это тоже здорово. Патриот. Катя Патриот. Даже не знаю, что это было конкретно, но я думала, что я в будущем смогу прийти. И на самом деле, с российским дипломом в любом вузе практически в Германии это большой плюс. То есть можно прийти и доучиться пару лет, и диплом – это здорово. А конкретно в Берлинском УДК, в Университете искусств, есть такое прописанное правило, которое я узнала очень поздно. Если я получила уже подобное образование, где бы то ни было, я не имею права подавать свои документы в этот вуз. Жалеешь, что выбрала такой путь? Часто. Часто очень жалею, потому что на тот момент я не совсем точно представляла, что я большую часть буду проводить в Германии. Сейчас я вот уже шестой год в Германии, и понимаю, что да, с корочкой немецкого вуза, тем более, что Берлинский университет это один из лучших художественных вузов во всей Европе, не только в Германии. И многие европейцы переводятся с других вузов именно в Берлин. На самом деле, опять же, насколько я знаю, есть несколько интересных вузов в Европе и несколько интересных стран, куда есть смысл пойти учиться. Например, Англия, как раз нашей академической реалистической, реалистичной, реалистической традицией. Да, школой. Школой. Вот, добро пожаловать в Англию, там это будет понятно, там это будет уважаемо. В Германии реалистичная школа не особенная. Тут больше экспрессионизм, да, вот такие. Ну, абстракционизм. Отчасти да, я бы сказала, главное слово концепт, это то зачем. И из того, что я видела, это на самом деле сложная тема, я сама просто хожу, смотрю, и это, наверное, больше мое личное мнение, в Германии в большей степени все-таки, несмотря на то, что называется Bilde der Kunst, то есть изобразительное искусство, по сути, акцент идет в большей степени не на изображение, а на мысль, то есть больше теперь уже красота не визуального образа, а именно мысли. То есть это относится к тенденциям, в принципе, во всем мире? Да, безусловно, но при этом, опять же, та же английская школа, английская традиция, нужно увидеть очень хороший уровень именно фигуративной жилописи, портрет, реалистичная школа. И да, и в России сейчас появляются разные институты, галереи на это настроены, но наша академическая российская традиция, русская традиция академизма, она все еще базируется немножко на других вещах. Исходя из твоего рассказа, какой можно сделать вывод, что маленьким вот совсем детям, считай, подросткам, стоит вот в 16 лет поступать в Суриковку или все-таки надо поступать напрямую за границу, или надо получить академическое образование хорошее у нас в России и потом поехать за границу. Вот про маленьких детей-подростков. Вот маленьким детям-подросткам есть смысл пойти в русскую художественную школу. Там 5 лет обычно это образование, вот та база, которую вы здесь в Европе, ну в Германии точно не найдете, про другие страны, скорее всего. Русская художественная школа, это что имеется в виду? Это не школа, детская художественная школа. И после нее сразу можно прям взять и поехать в Берлин с резюме. Можно даже так поступить. Вопрос в том, что вы хотите, что вам ближе. Потому что есть художники, кто работает вот в этой фигуративной живописи, им дороги наши российские традиции. Они знают, что будут всю жизнь жить в России. Ну да. Такой смысл. Если вам что-то другое интересно, нужно конкретно искать вуз, страну, возможно, именно для вас. Потому что даже в России у нас есть Суриковский институт, есть Репинский, есть Рогановка, есть Муха, есть Даа, есть Британка, есть еще что-то. Нужно искать то, что ближе вам. Понятно, что экзамен непростой, и он не сам по себе экзамен. Это нужно отправить в первую очередь в портфолио, будет собеседование. Он не такого плана, как у нас в России. Если Суриковский, как выглядят экзамены в Суриковском институте? Я тебе рассказывала, да, про свою историю. У меня особенно весело получилось, потому что я защищала диплом в своем Иркутском художественном училище. У нас была комиссия из Москвы. Они меня сразу же пригласили на экзамен. Буквально через неделю я уже была в Суриковском институте на экзаменах. Когда я регистрировалась, у меня спросили, на какой факультет. Это было настолько спонтанно, что я спросила, какие у вас есть. И это было настолько нетипично, потому что в Суриковский институт люди поступают 7-8 раз. Вот подряд 7-8 лет. Такое бывает. И это не всегда связано с недостатком таланта. Отнюдь нет. Это очень стрессовое мероприятие. Понятно, что многие просто и на экзамене теряются. Потом большой поток. Некоторых просто могут не разглядеть с первого раза. То есть вот два раза поступать, это вообще абсолютно адекватно. Мне повезло. Я была, когда были выучены результаты, я была третья сверху. но на самом деле и примерно 200 человек на место. Как это получается, бывает сначала предпросмотр. Это вот в спортзале раскладываются работы по определенному принципу. Должны быть там портреты, должны быть рисунки. Ну, на самом деле в любом вузе, куда вы хотите поступать, вы получите эту информацию, что именно нужно предоставить. После этого дата смотра уже идут экзамены. И у нас идут экзамены, наши академические экзамены. Рисунок, живопись, композиции. В иностранном вузе, опять же, в зависимости от вуза, бывает по-разному. В Берлине нужно предоставить портфолио и собеседование. В принципе, практически во всех вузах. А сколько человек на место примерно? Или ты не знаешь? Вот цифру я не знаю, но то, что туда сложно попасть, это да. И тебя все-таки уже на этой стадии рассматривают как художника. С тобой индивидуально общаются. И важно не только то, что ты делаешь, а твое четкое понимание, зачем ты это делаешь и куда ты движешься. Если ты интересен не только, насколько ты хорошо рисуешь, а насколько ты интересен как личность и как ты анализируешь, как ты думаешь. Это важно, получается. это по-другому. Жизнь в Германии после учебы. После учебы ты, я так понимаю, закончила Суриковку и переехала жить в Германии. Вот всем интересно узнать, всем подписчикам, мне в том числе, как складывается тут творческая жизнь художника, как вообще тут обстоят дела. Ну да, я переехала сразу после защиты диплома. Я уже была замужем и конкретно мы уже с мужем планировали мой переезд. И до этого я приезжала, бывало, на три месяца. И это ни о чем не говорит. Ты понимаешь, как оно здесь жить только после переезда. Да. И да, вас ждет много сюрпризов. В какую бы страну вы не переехали, вас ждет много сюрпризов. Есть смысл, конечно, узнавать об этом немножко заранее. Все по-другому. Все по-другому. Если в контексте художественной жизни, как вот вообще строится карьера художника здесь? Если говорить о студии, например, да? Вот мы сейчас находимся... Ну да, вот у меня получился такой вариант смежный. Как я уже сказала, я инструктор по йоге. И это опять же для меня еще и доход. Потому что жизнь художника, она такая, она нестабильная. И каждый для себя ищет варианты, как, в общем-то, выживать. Да, как выживать. Иногда бывают периоды реального выживания, иногда бывают хорошие периоды. И на самом деле у меня есть знакомый профессор из художественной академии. И он мне иногда немножечко курирует, дает советы. И он рассказывал, допустим, в его случае он преподавал в УЗИ, здесь очень хорошо платят преподавательскому составу, и продавал свои работы. И он рассказывал, что никогда у него в жизни не было ситуации, когда ему приходилось где-то еще искать источники дохода. А, например, его друг, с которым он вместе учился и выставлялся, у него случилось по-другому, и ему удобно где-то еще подрабатывать. Он подрабатывает таксистом. Он где-то в какие-то дни... На самом деле, это адекватно, потому что каждый выбирает для себя, как ему жить. У многих искусство, скажем так, чуть более коммерческое, но легче продается. Кто-то делает такие вещи, которые не приносят непосредственно денег, но это то, кем они являются как художники. К нам поступил вопрос, как отличаются потребительские привычки в искусстве русских и немецких покупателей. Я так понимаю, что тут идет речь тоже о тенденциях. Какие тенденции популярны, то есть, что нужно, какие картины создавать, чтобы их купили? То есть, если говорить о коммерческом искусстве, и чтобы это продавалось. Даже когда мы говорим чисто о коммерческом искусстве, у него есть разные уровни. Мы как с тобой как-то уже обсуждали про выставку, ярмарку affordable art. Уровни разные. Допустим, такого уровня ярмарка там участвуют как галереи, так и просто художники. И участие в такой ярмарке, то есть, affordable это значит доступный и значит, что работы стоимостью кажется от 500 евро до 7500. То есть, это все-таки не хобби уровень, там приличные художники, но при этом оно доступно, это не про высокое искусство. Такой приличный уровень галереи. А как в принципе вот попасть? Да, то есть, на самом деле ничего сложного, если у вас можно снять такую ячейку, квадратный метр примерно 1000 евро. То есть, понятно, если вы хотите выставить хотя бы 3-4 своих работы, это будет от 3 до 7 тысяч участия. То есть, понятно, если у вас есть такой ресурс просто поучаствовать и вы понимаете, что у вас есть что-то интересное, люди могут это купить, бывают коллекционеры, там, это хороший такой, хорошая платформа, хорошая площадка. Если у вас есть 3-7 тысяч просто заплатить за участие, понятно, что это определенный риск, у вас могут ничего не купить. А могут купить и вы покроете спокойно эту аренду. Как и где вы выставляете свои работы и как вас находят покупатели? Ну вот, как мы уже говорили о том, что уровни есть очень различные, есть уровни серьезных галерей, но есть на самом деле очень много ярмарок, вот именно ярмарок таких, такого даже больше хобби уровня, но участие в них стоит где-то 100-200 евро. А приходят ли туда коллекционеры какие-нибудь или все же нет? Коллекционеры нет, это другой уровень. это больше, это уровень. с кем там можно познакомиться теоретически? Насчет познакомиться. Опять же, я участвовала в два раза, пока что сейчас подала заявку на другую ярмарку, она немножко более профессиональная, там есть отбор, а обычно не в... Как называется на всякий случай? Называется Альстерарт, а то, то, где я принимала уже участие называется Хамбургсайдкунст, и это было на самом деле само помещение было, вот, последний раз это Альтерна Круизхаус, это в центре города, в хорошем освещенном помещении, но это такой вариант, люди приходят посмотреть, это такой вернисаж ярмарка, по-моему, вход что-то около 10 евро. Люди, то есть, для себя, просто для интерьера, да, да, многие просто приходят посмотреть, и это больше такой вариант для любителей среднего уровня зарплаты, просто куда-то домой. И я бы сказала, там стоимость работ, ну, от каких-то вообще открыток буквально людей, такие вещи, допустим, там продают какие-то небольшие картиночки, до, наверное, ну, до тысячи, я бы сказала, вот такой уровень. А ты за сколько своей работы, если не секрет, продаешь? Вообще самая дорогая какая-нибудь работа, приобретенная каким-нибудь немецким коллекционерам. Немецким коллекционерам? не знаю, галереи или что-то такое. Говорю вот про то, что у меня заняло пять лет дойти до той точки, где я сейчас могу начать работать для галереи. Поэтому вот такого варианта это все в планах. Давай встретимся года через два. Я тебе все расскажу. А что касается ярмарок, это тоже такой вариант, действительно более потребительский. И тут нужно понимать, что вы готовы продать до тысячи евро, и что человек купит себе домой. То есть это вот то про что. Но этот вариант да, много, очень много покупается, и надо понимать, что это тоже вариант зарабатывать денег, только адекватно понимать, вам очень дорого, и то, что вы готовите для каких-то серьезных бьеннали, серьезных выставок, вы не будете продавать на такой ярмарке. Да, кстати, как попасть на бьеннали, или выйти на такой серьезный уровень, именно, мы поговорили о таком любительском уровне, а вот как выйти на такой, в принципе, у нас был вопрос, как стать известным на международной сцене, я понимаю, что ты можешь мне ответить, но может быть, ты знаешь о каких-то выходах на бьеннале, или еще на какие-то вещи. Ну да, пока я собираюсь сама информацию, мне, конечно, говорить и давать рецепт, как рановато будет. Но может быть, твои знакомые какие-нибудь друзья попали туда. Да, есть ребята, с которыми я училась, на самом деле, ребята, с которыми я училась, все очень по-разному в свою жизнь и очень разными вещами занимаются, и за многими действительно очень интересно следить. Есть множество разных вариантов, есть действительно бьеннали, например, все на конкурсной основе, и сейчас вот ты как раз меня спрашивала, как дело обстоит, еще в провинции, то, что изменилось за последние годы, все ушло в интернет. Если, допустим, когда я ехала в Москву, это было принципиально быть в большом городе, потому что все происходит в Москве, все происходит в большом городе. Сейчас большая часть каких-то проектов, вещей, очень много происходит просто в интернете, и нет смысла вообще куда оторваться, в какое-то другое место, если вам комфортно в своем городе. И опять же, вот Иркутск, если я чувствовала после Москвы, мне немножечко, я приезжала, было там как-то тесновато, наверное, даже. Сейчас, я думаю, что провинции в России очень много меняется, и все процветает, очень много новых творческих пространств, и опять же, просто, если вы делаете что-то интересное, вы участвуете в каких-то конкурсах, просто изначально первая ступень это интернет. Вы просто делаете качественную фотографию своих вещей и отправляете в конкурс. То есть, в принципе, надо действовать, что-то делать, где-то выставляться постоянно, то есть, не сидеть, не ждать. Ну, сидеть, ждать, сами понимаете. Сидеть, ждать, ну, может быть, вам повезет, но, да, чтобы повезло все-таки больше, есть смысл что-то делать и возможностей очень много. Я их ищу точно таким же способом. Кто-то что-то сказал, что-то я нашла в интернете, что-то где-то, какие-то объявления в музеях, в галереях, точно так же. Просто нужно иметь ушки открытыми и, быть внимательным. И, да, к этой информации прислушиваться, смотреть, что вам подходит, что интересно. И реально, в Вейнале просто первая стадия это вы отправляете заявку и отправляете фотографию своей работы. Единственное, должно быть, конечно, качественная фотография. Есть множество грантов, есть много разных резиденций. Поехать в какую-то страну на две недели, грубо говоря, поучаствовать в каком-то международном проекте. Множество всего происходит, есть разные ресурсы, есть российские ресурсы, которые, эта информация делятся, такие существуют гранты и конкурсы по всему миру. Есть проекты такие более, скажем, концептуальные, творческие, на что-то более, не знаю, можно сказать, какую-то интересную идею. Есть европейские конкурсы, именно, например, был датский конкурс портрета, то есть, казалось бы, вот с нашей российской школой, пожалуйста. очень много и через такие биеннале с вами тоже могут связаться какие-то известные кураторы, каверей. когда ты, не знаю, участвуешь в венецианской биеннале, понятно, что это уже в принципе пик такой карьеры художественной. Понятное дело, что вы отправляете не только свою работу, но и свое резюме и где-то, да, опять же, какой-то рейтинг, возможно, на какие-то очень серьезные биеннале, у вас уже должен быть какой-то рейтинг, но есть абсолютное огромное количество разных конкурсов и выставок, биеннале, в которых можно участвовать с нуля. Если вы делаете что-то интересное, вот сейчас такое время, что не нужно никаких ни бумажек, ни каких-то других вещей, у вас нет оправданий, говорить, что вот, я живу где-то там непонятно где, я там-то в каком-то хорошем вузе не учился, или еще что-то, возможности есть. Раз откажу, два откажу, три откажу, это тоже объективно, это нормально. Но возможности есть, возможности есть, у каждого своя формула, кто как выживает, как строит свою жизнь. Понятное дело, что биеннале, это в первую очередь, все-таки у вас не коммерческий интерес, это именно ваша карьера как художника и ваша задача показать что-то интересное, индивидуальное конкретно, то, что вам важно. В России, допустим, в Москве, мы студенты Суриковского привыкли зарабатывать росписью стен. Я приехала и думала, что я смогу сделать. Здесь то же самое, я это делаю, но здесь это то, что называется не в тренде. Я поняла, что этим я не смогу сделать. А что здесь в тренде как раз? Ну, опять же, тоже росписи стен у меня бывает два заказа в год, в любом случае стабильно, и в принципе они гораздо интереснее, то, что я делала в России, это не дворцовый стиль, это немножко другие вещи, и в принципе для меня это тоже очень интересная вещь. И я даже хочу получать высшее образование на эту тему. В Берлине есть магистратура, называется Art in Context, и в моем случае это где? Это академия художеств? Да, это университет искусств, но это именно магистратура, это такое дополнительное образование, и это искусство в контексте, в данном случае мне интересно вот такой вариант принести искусство в контекст пространства, и людей, которые будут находиться в этом пространстве, это отдельная для меня очень интересная тема, и да, она вполне себе коммерческая. Да, другой вариант все-таки путем галерей, здесь их очень много, они очень разные. просто нужно приходить, я так понимаю, в галерею, предлагать свое портфолио галеристу, и он тогда уже с вами связывается, если ему нравится ваше творчество. Вот, собственно говоря, еще по поводу своего первого вопроса, потому что это связанные вещи, я здесь где-то пять лет примерно, и очень много времени, очень много сил ушло на то, чтобы понять, как здесь все устроено. Реально, то есть за эти пять лет просто именно как художник, вот я только-только начала что-то делать, и, то есть понять, как можно зарабатывать денег, как, где, что можно выставлять, с кем вместе можно работать, что интересно, что не интересно, что мне интересно, что другим во мне интересно, это процесс. И сейчас я как раз на той стадии, где я буду работать на то, чтобы выбрать для себя правильную галерею или несколько, и идти именно этим. Просто дело в том, что вот я, например, работала в одной галерее, да, и мы как раз обсуждали с нашим галеристом тех художников, которые приходили к нам и, собственно, предлагали свою портфолио, и он сразу откладывал это в сторону и говорил, нет, это нам не нужно, я сам выбираю художников, которых я хочу. То есть есть смысл вообще ходить по галереям, отсылать портфолио и вообще... Да, на самом деле, что мне нравится особенно в Германии, здесь люди... Твой опыт был связан с Веной, да? Да, это Вене. Вот про Австрию не знаю, что я знаю про Германию. Все-таки здесь люди достаточно открытые, и если вы пришли, вас просто так никто не отправит. те же галереи в принципе заинтересованы в новых художниках. Понятно, что они не заинтересованы просто в новых художниках, а в тех, кто именно им интересен. А как выбрать вообще галерею, куда нужно? Вот у меня там в мастерской, в моей комнате, да, есть такой списочек, такая брошюрка. Я так уточняю, что мы сейчас снимаем не в мастерской, это... Окей, тогда... Я просто, я просто такое отступление, да. так... То есть в мастерскую мы пойдем немного попозже. Тогда отвлекусь, просто столько много вопросов, и мне хочется про все рассказать. Да. Да, как здесь обстоит, это тоже финансовый вопрос. Я снимаю здесь помещение, 25 квадратных метров, и оно... Ну, 25 квадратных метров это не очень много, но ко мне приходят сюда студенты, ученики. Нам хватает места на трех учеников, грубо говоря, одновременно, и мне хватает места работы, но я могу иногда пользоваться этим большим помещением, вот у меня есть несколько больших холстов, и мое маленькое помещение мне не очень удобно, вот у него метра холсты, и я, когда у нас здесь, это наш все-таки зал для йоги, когда у нас не проходят курсы здесь, я могу сюда иногда приходить и заниматься здесь, но это не мое помещение, я плачу за другую комнату. Да, и по поводу студии, можно ли, реально ли снять студию, я так понимаю, у тебя студия в центре Гамбурга, на секундочку, то есть это, наверное, не дешево обходится? На сегодняшний день пока что вот у меня есть такое решение, мне это обходится достаточно дешево, потому что я здесь преподаю. То есть это реально, в принципе, найти какие-то лазейки, где можно... Ну, просто конкретно с нашей йогой школой я уже... Договорилась. Я уже 20 лет в этой йогой школе, 10 лет я преподаю, и поэтому, в принципе, я здесь преподаю и курсы, и просто занятия по йоге, поэтому, можно сказать, мне пошли навстречу, но так или иначе, я плачу 300 евро за свою комнату, и неофициальная информация, я плачу это неофициально, то есть, если бы это было официально с бумажкой, которую я могу принести в свою налоговую, а я оформлена налоговая, также я плачу налоги, да, и как инструктор по йоге, и как художник, то это было бы дороже, то есть... Ну, вот сколько примерно? То есть, в моем случае, ну, это было бы плюс 20%, как минимум, и в принципе, все равно так или иначе, 300 евро за небольшое помещение, это все равно довольно дешево для Гамбурга, да, и единственное, что я сейчас тоже ищу другие помещения, потому что у меня сейчас стал вопрос о том, что у меня есть курс, который я хочу провести на большее количество человек, мне нужно большее помещение, и я ищу варианты, на самом деле, даже забегая вперед и по поводу того, какие возможности есть у художников в Германии, здесь есть гранты, здесь есть различные союзы, здесь есть много возможностей, их нужно искать, но это реально, в принципе, найти. это реально, и опять же, по поводу отелье, здесь есть различные союзы, которые поддерживают художников, и которые на конкурсной основе можно подать заявку и могут это брать и предоставить отелье не бесплатно, но гораздо дешевле, чем оно бы стоит. Где это все искать? Где это все искать? А вот я 5 лет ищу разными путями, кто-то что-то, какая-то информация приходит от знакомых, какая-то информация приходит случайно, приходишь на выставку или в галерею, какая-то брошюра, То есть надо просто знакомиться, ходить на разные ярмарки, не бояться знакомиться с галеристами, подходить, общаться. С галеристами, вот другая тема, здесь действительно не отправят, есть смысл промониторить галереи, посмотреть, какой галереи можете быть вы конкретно интересны. То есть понятно, если я делаю вдруг реалистичное искусство, а галерея занимается абстракцией, но какая бы ни была я прекрасная, я им просто не нужна по определению, поэтому нужно выбрать их много, здесь достаточно много приличных галерей, поэтому выбор есть. Именно в Гамбурге или в принципе в Германии? Ну и понятно, что и в Германии, Гамбург для Германии это крупный город. Просто некоторые говорят, что художественный центр находится все-таки в Берлине, что в Гамбурге здесь не очень все развито. Или все очень любят Дюссельдорф еще, я не знаю. Дюссельдорф, наверное, да, очень популярный, наверное, это тоже можно найти, очень много вещей. Не знаю, ты об этом. Дюссельдорф, да, 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 да. У меня есть подруга, с которой мы познакомились как раз на Эразмусе, она из Бразилии, она архитектор, она после Эразмуса вернулась в Бразилию, а потом поехала в Дюссельдорф и сейчас училась вот в новой школе Баухаус. Сейчас в Берлине работают архитектором. Например, вот такой вариант. Отличная карьера. Да, отличная девушка. Является ли Гамбург действительно культурным городом? То есть, на самом деле, да, здесь много, очень много галерей, это культурный город. В Берлине все немножко по-другому. Гамбург богатый город. В этом смысле тоже, да, то есть Берлин, он больше интернациональный, он больше такой мультикульти, в этом смысле... Мультикульти. Да, мультикульти, называется мультикульти. Вот. И важен витамин B, как ты говорила. Контакты, контакты. Если в России все-таки диплом, какие-то ваши заслуги. Бумажечка важна в России. Да, там есть смысл коллекционировать бумажечки, здесь есть смысл коллекционировать контакты. И, конечно, когда ты русская девочка приезжаешь в Германию, когда в Германию, когда изначально ты и по-немецки не говоришь, если сейчас не умеют... Но английские, по-моему, они тут неохотно на английском русском. Когда я приехала, когда я планировала переезжать, я вообще не планировала немецкий очень сильно как-то изучать. Я думала, немножечко. Немножечко. И я думала, что все же говорят на английском, потому что до этого я приезжала с курсами йоги. В течение трех лет я по всей Германии проводила курсы йоги. Мне организовывали в нашей школе йоги и туры. И мне казалось, я Германию знаю, все понимают английский, а я вообще художник. И тем более, зачем? Я же руками работаю в большей степени. они языком, поэтому нормально. Неправда. Особенно, если вы занимаетесь каким-то искусством off track на контрактной основе, то есть коммерческим искусством, чем бы то ни было, вам нужно работать с клиентами. Люди постарше часто бывают, не говорят по-английски или неохотно. Не хотят говорить. Это такой психологический момент тоже. Но в принципе... Короче говоря, нужно учить язык той страны, куда вы едете. Но это безусловно будет большой плюс. Это будет большой плюс в любом случае. Особенно, если вы собираетесь где-то учиться. Это будет необходимо. И один из важных таких вопросов, сколько стоит обучение в Германии? Бесплатно. Практически везде есть частные школы. Просто некоторые пугаются, что это стоит огромных денег обучение за границей. За границей она разная. Допустим, в Америке любое образование, особенно художественное, это очень-очень дорого. В Германии почти все высшее образование бесплатное. Есть частные школы, они платные. Те университеты, про которые я говорю, здесь Гамбург или Берлин, они бесплатные. Конкурсная основа. Да, и прежде чем мы перейдем в твою студию, я хотела бы задать такие мотивационные вопросы для подрастающего поколения, будущего, России, можно сказать так. Нас смотрят сейчас, не знаю, шестнадцатилетний художник, который думает, куда вообще поступать. Куда ты посоветуешь поступать в России? Ну, это правда очень сложный вопрос, потому что даже наши академические вузы, Репинский, Суриковский, они очень разные. То есть, если пройтись по мастерским, прямо видно будет, где Суриковский, где Репинский вуз. То есть, ты, в принципе, за Суриковский вуз? На самом деле, я вот сказала уже, да, что я планировала поступать в Муху, на монументальное искусство, и, в принципе, наверное, ближе мне был даже Репинский на тот момент. Так получилось, что меня пригласили в Суриковский, наверное, не случайно. Мне кажется, немножко в Суриковском чуть посвободнее, в плане, у нас есть там несколько абсолютно разных мастерских. Реально советовать какой-то конкретный вуз, это все, исходя из того, что нравится и нужно именно вам. Ну, то есть, если вот в Суриковский университет, это какой контекст, на чем специализируется, в принципе? Есть такое не совсем официальное мнение, что у нас чуть больше акцент на жилопись, а в Репинском на рисунок, но это тоже все относительно. Обретание, допустим, это вот прям дизайн, если человек хочет уходить в дизайн в будущем, и все. Ну, допустим, да, художественные вузы, как Репинский и Суриковский, факультет дизайна вообще не предлагают, хотя, допустим, у нас в Суриковском есть факультет архитектуры, например. Надо просто есть сейчас, все есть в интернете, есть сайты, можно посмотреть, помониторить, хотя бы просто картинки, потому что вуз, само обучение, оно складывается, есть, да, есть конкретный профессор и есть ребята, которые будут в вашей мастерской, это то, у кого будете учиться. С одной стороны, насколько повезет, а с другой стороны, профессора, мастерскую, можно посмотреть через интернет можно посмотреть, можно прийти на день открытых дверей и просто понять, твое, не твое. Больше никак. Еще один вопрос, хотела бы ты вернуться, может быть, он бессмысленный, но все-таки. Ты говорила, что это про союз художников. Ну, на самом деле, это вообще такой момент, когда ты переезжаешь в другую страну, изначально тоже не было плана жить именно в Германии, мы обсуждали с мужем третью страну, и когда уже пятый год ты живешь почти все время в Германии, ты понимаешь, что так или иначе ты во многом связана именно с этой страной, очень важно, во-первых, определиться, кто ты, что ты. Есть люди, которые ощущают себя уже, не знаю, можно сказать, я немецкий художник, который родился в России. Да. Я себя не ощущаю никаким образом немецким художником, я русский художник, который в данный момент живет в Германии. Это очень важный момент, и периодически я задумываюсь о том, чтобы приехать пожить в Россию. На самом деле, в прошлом году я так и сделала, я на пять месяцев приехала в Россию. Многого мне не хватает здесь. И я понимаю, что в идеале, в идеале мне бы, конечно, хотелось просто быть не привязанным к месту, а быть в данный момент в том месте, где есть что-то интересное, где я могу что-то делать, и это не будет конкретно Германия или конкретно Россия или конкретный город. Хотелось бы быть свободным от этого. Понятно, что в бытовом смысле не так просто. Если я снимаю здесь мастерскую, если у меня куча здесь разных всяких выплат, это и телефон, интернет, проездное, все что угодно. Если я в России приезжаю, делаю какой-то проект, что называется, за рубли, это не позволяет мне здесь покрывать мои немецкие расходы в евро. Поэтому вот эта бытовая часть, как ее конкретно решать, чтобы жить на две страны. Но хотелось бы, да, хотелось бы и там, и там. Есть вещи, которые мне хочется больше выставлять в России, а есть вещи, которые интереснее выставлять здесь. А на что влияет вот эта вот корочка союза художников? Почему ты так хочешь ее получить? На самом деле, это относительно новая мысль, потому что я была убеждена много лет, что я ни за что не хочу эту корочку, и не нужна мне это вся эта бюрократия, все эти моменты по поводу того, как это... Тем более, это в Германии, зачем тебе эта бумажка, грубо говоря? Да, ну то есть, на самом деле, когда я заканчивала вуз, большинство наших ребят сразу же пошли вступать в союз художников. Есть много людей, кто хочет эту корочку, есть много людей по объективным причинам, которые ни за что не хочут. И почему ты хочешь? Вот конкретно я, зачем? Если ты, либо ты студент, либо так или иначе у тебя все время есть творческая среда общения среди людей, которые тебе интересны, которым ты интереснее, ну какая-то художественная среда, в принципе, нет большой необходимости. Она вроде как дает какие-то скидки в музей или бесплатный вход, в принципе, теоретически дает возможность подать заявление для того, чтобы получить мастерскую. Ну, естественно, для этого нужно быть в России, да? Здесь мне, зачем мне мастерская в Москве, когда я живу здесь? Ну, это то, зачем люди вступают в союз. И это дает некоторый рейтинг, да. То есть для галерей... Рейтинг в России, да? Да. Или, в принципе, это здесь играет роль какую-то? Играет, но очень небольшую. Здесь тоже есть союзы. Я на них... И в него тоже можно вступить. И на него тоже можно вступить. Я... Да. Но это здесь немножко имеет меньшее значение, поэтому, наверное, не так важно. А зачем? Потому что здесь, допустим, у меня нет среды художественной. И здесь я одна. И мне здесь, с одной стороны, бывает и скучно, и тоскливо, как художнику. Я не вижу... Ну, как бы это, чтобы называться, никого не обидеть, своего уровня, или, по крайней мере, художников, которые мне были бы интересны, с которыми мне было бы интересно обмениваться какими-то идеями. И в этом смысле хочется быть частью чего-то. Вот в этом смысле, наверное, просто быть членом союза художников. Какая-то такая просто идея, что ты являешься частью чего-то. Вот на данный момент мне этого не хватает, поэтому, возможно, я хочу вступить в Российский союз художников. А этот уровень не соответствует в плане тут он ниже, выше, или что-то именьше, да? На самом деле, эту среду художественную нужно тоже искать. Отчасти, допустим, что я для этого делаю, здесь есть несколько мест, куда можно прийти порисовать натуру. И там есть художники, и там есть разного уровня художники, есть при вузах такие вещи. Ну, и даже там... Пока что я не встречала людей, которые мне были бы интересны, реально. Хотя я ни в коем случае не хочу сказать, что в Германии нет интересных художников. Может быть, не встретила, да? Но каким-то образом я пока с ними не сталкиваюсь, с теми, кто мне был бы интересен. С художниками в большом количестве, да, но больше это такой хобби-уровень. А есть ли такое, что высокого уровня художники они игнорируют тебя как иностранного художника? Как иностранного, в данном случае, я думаю, как раз вот в этой теме национальность не играет значения. Здесь, если ты делаешь что-то интересное, возможно, я просто не встретила этих интересных художников, которые бы меня игнорировали. Я не дала им еще шанс, чтобы они меня игнорировали. Я их не встретила. Понятно. Вот, поэтому... Это, конечно, да. Это, с другой стороны, понятно, что мне нужно выходить на эту среду, чтобы мне не было скучно. И, с другой стороны, просто я подумала, что мне было бы интересно быть членом Союза Российского... Именно Российского Союза художников для своего самоопределения. И для себя, что я все-таки российский художник, даже если я живу в Европе. Для меня это, наверное, важно по-своему. Теперь последний вопрос. Да, какое ты наставление дашь подрастающему поколению художников? В принципе, чему надо следовать? Что, может быть, какие-то ошибки предотвратить? Наверное, все-таки сейчас есть такая очень серьезная тенденция. Если раньше художник мог быть угрюмым интровертом и сидеть где угодно у себя в мастерской и верить, что его там и найдут, реальный мир меняется и нужно действовать и нужно очень много совершать экстравертных действий для того, чтобы вас заметили. Иметь, с одной стороны, уверенность в себе, иметь такую строгость, такую осознанность, быть строгим к себе и требовательным. Быть требовательным к себе. Это, на самом деле, то, чему мне научила Германия и немецкий вуз. Интуитивным искусство может быть, а вот случайным нет. Вот в этом смысле быть к себе строгим и требовательным, но верить при этом в себя и верить в большей степени себе. Слушать преподавателей, безусловно, у них гораздо больше опыта, чем у вас, и больше знаний. Слушать, но доверять прежде всего себе и действовать. Здорово. На этой ноте мы можем перейти и посмотреть, какая у тебя студия, посмотреть, каких она размеров и вообще, как она организована. Это картинки, я так понимаю, какого-то коммерческого искусства. Я это позиционирую как сувениры. Это называется у меня на немецком Stimmung auf Holz. И начали мы это делать с моей подругой в Сибири. И это на дереве. Вот такие таблички. В принципе, опять же, по поводу, ты меня спрашивала, какие интересы есть у потребителей в Германии. Это, конечно, не искусство, это немножко, конечно, уровнем ниже, но белые стены в Германии, они повсюду, они либо вот в таком дешевом варианте, вот с такими обоями, либо хорошо обработаны, но белые пустые стены. И люди любят вешать туда какие-нибудь картиночки или даже небольшие холсты интерьерные. И в этом смысле это именно на уровне сувениров. Но, опять же, как я могу применить свои таланты и как я могу сделать деньги? Но оно пользуется спросом, да? Да, опять же, то, как мы начали это делать, это мы начали делать именно в Иркутске с подругой. И мы сделали это так, как пользовалась это спросом там. Я приехала, начала делать это так. В принципе, у меня, ой, около, наверное, штук 200 у меня купили в сумме все-таки. И сколько такая вот штучка стоит? Ну, вот такая побольше стоит 27, реклама. Вот такая дощечка стоит 27. 27 евро? Да, это стоит 27 евро. Да, сейчас расскажу. И маленькая стоит 14. Почему это стоит дешево? Потому что, безусловно, я не рисую на каждой дощечке. А вот там вот, если вы посмотрите, тут видите, у меня сразу все видно. То, как мы придумали делать это с подругой. Подруга у меня занимается деревом, поэтому как раз все, что связано с деревом, делала она. Теперь здесь делаю я все одна. Но я делаю иллюстрацию, ее сканирую, обрабатываю в фотошопе, получаю разные варианты в разных цветах. Например, вот это, вот это сделано с одной и той же картинки. У меня на самом деле это то, что осталось и то, что нужно доделать здесь висит. У меня гораздо больше вариантов. Плюс там есть обработка дерева разная. Больше, да, это уже такой вариант. Разные цвета и в разной фактуре я покрываю дерево. Но это сувенир. Это сувенир, да, с применением каких-то моих художественных навыков. А что не сувенирного есть? Я вижу в твоей мастерской какое-то. Тоже абсолютно разные вещи. На самом деле вот эта вещь, это было сделано на заказ. И, в принципе, с нее я сделала несколько постеров и сейчас продаю это как постеры. И покупают? Постеры, да. Постеры гораздо доступнее, чем цена этого холста. Вот, поэтому с постерами все гораздо проще. А вот эти вот работы? Ой, то, что вот это, это как раз то, что я делала, когда училась в Берлине. Не то, чтобы это какой-то показательный вариант, но именно мой профессор в Берлине, он ставил нам на туру. И здесь картиночки, это еще тоже не все. У меня их где-то, грубо говоря, в три раза больше. Вот таких небольших форматов. Это то, что вот, когда у меня появилась эта мастерская, то, что в таком формате мне было проще всего сделать. Я элементарно купила три вишни. Вот они, три вишни. И просто то, что было передо мной. И ты это выставляла на вот это? Да, это такой вариант, в принципе, за который мне не стыдно. Это не сильно концептуальное какое-то интересное искусство, но здесь есть некоторые качества, мои как художника, живописные, наверное, поэтому мне за них не стыдно. И да, я это выставляла как раз на вот такой выставке-ярмарке. В принципе, я выставляла это. И вот постер, который у меня висит на двери, это было в моем случае. Я их продала очень мало, потому что я поставила очень большую цену. И это было осознанно. У меня не было задачи продать их. Мне была задача сделать рекламу. Я распечатала визитки. Вот там у меня лежат визитки. И это сработало? Это сработало. У меня было очень много контактов. И постер, на котором написано, что я занимаюсь росписями стен, я беру частных учеников и, в принципе, пишу на заказ. То есть задача была такая. Просто продемонстрировать. Я умею рисовать. Как говоря, висят тоже три картинки. Их на самом деле пять. Это было сделано под конкретный проект. Это был заказ. Сейчас там другая идея с тем конкретным магазином. Это был кутюр-салон мужской одежды. Конкретно там сейчас другая идея, поэтому они туда не пошли. Но это тоже, в принципе, вещь на заказ. Не творческая. Вот здесь там висят картинки. Это мои творческие проекты. Они в разработке пока больше показать нечего. Там вот два моста. Это как раз будет два больших холста двухметровых. И это будет тоже один из проектов. А ты говорила, что вот эти работы пойдут в Москву, да? На самом деле, да. Вот два моста. Я конкретно, да, планировала конкретные выставки в Москве. Но пока не знаю. Пока они не сделаны. Рано говорить. Вот это абсолютно коммерческая вещь. Это сейчас то, что я делаю. Это вот росписи стен. И вот в таком формате меня попросили сделать довольно новую для меня вещь. Расписать стекло. Это кафе в отличном вообще месте. Но действительно кафе не видно. Ты привлекаешь внимание. Моя задача, она действительно довольно серьезная. И у меня хорошая, мне кажется, очень интересная идея. Но пока она не будет исполнена. Говорить рано. Потому что для меня это новый опыт. Но я надеюсь, что будет что показать. И это конкретно, да, это конкретно коммерческая вещь, которой я сейчас занимаюсь. Понятно. Есть проект, который у меня в разработке, который на самом деле я делала конкретному конкурсу. Это датский конкурс портрета. И я просто не уложилась. Это тоже нормальное дело, потому что это вещь творческая. У нас есть куча всяких коммерческих дел. И когда иногда не укладываешься, печально, но я думаю, что я успею сделать это, ну, например, к следующему году. Или где-то еще выставлю. Показываю незаконченное. И не закончено пока. В принципе, это портрет фигуративный, вполне себе живопись. Пока что вот это я просто... Ой, ужас какой. Ну да, я покажу. Это просто я делала этюды, этюды себя, потому что в данном случае, да, объектом своего творчества в данном случае являюсь я сама. И здесь мне хотелось просто, наверное, отразить две своих персональности. С одной стороны, я такой немножечко монах в келье, не знаю. И другой вариант, да, это когда... Когда ты точно не монах. Ты такой, девочка, девочка. Это то, на самом деле, как люди, наверное, меня знают в большей степени именно в двух этих образах. Когда у меня миллион шарфиков, миллион сережек, и у меня разные очень цветные, особенно для Германии, одежда и вот эти два образа. Ну и пока, да, это у меня чисто практически задачи по пластике, решить по композиции и максимально прийти к тому, чтобы по цвету и именно по энергетике эмоционально отразить две разных персональности. На этом все. Мы очень надеемся, что вам понравилось наше видео, так что ставьте пальцы вверх и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok